Здравствуйте! В эфире на Одинцовском телевидении специальное интервью. И сегодня гость программы, сотрудник Одинцовского краеведческого музея, командир поискового отряда «Китиш» Антон Кузнецов. Антон Валерьевич, приветствую вас в нашей студии. И, естественно, вопрос первый, как командиру поискового отряда. Как идет поисковый сезон? Какие находки? Какие ожидания? Поисковый сезон идет достаточно активно. То есть, штатно он был начат весной, как только снег сошел. Начались поисковые разведки. Мы планировали экспедицию для деревни Кизмино, сельское поселение Дершовское. И, соответственно, для того, чтобы провести большое количество людей, надо определить большой объем задач. Этот объем задач был найден. И нам повезло, что совершенно нечасто бывает в условиях ближайшей Подмосковья, и в частности Одинцовского района, мы нашли рубежи 1941 года, нетронутые, там не ступала нога исследователей. То есть, лесной массив между деревней Кизмино и деревней Фуньково. То есть, разведка прошла, нашла определенные укрепления. Приехала экспедиция, стала лагерем, и мы там пять дней работали, раскапывали блиндажи, землянки. Была найдена большая предметная база, как с советской стороны, как с немецкой. Эти экспонаты сейчас на обработке находятся. И большая их часть, которая представляет интерес определенный, она поступит в фонду Одинцовского районного музея. И, может быть, даже будет сразу выставлена в экспозиции. То, что касается, собственно, нашего прямого результата, это поиск останков солдат. В последний день экспедиции разведка нашла боевой рубеж, опорный пункт, который находится на дороге, старой лесной дороге, ныне заброшенной от деревни Кизмино до деревни Фуньково. Там определили настрелы, разрывы, гранаты, то есть, такое серьезное боевое место. Это окопы, с ходами сообщений, были найдены боеприпасы. Но это бегло на металлоискатель, вплоть до того, что пришлось вызывать саперов. И место осталось недоработанное в ходе экспедиции. И вот уже сейчас в начале лета мы туда стали выезжать на выходные, по одному дню дорабатывать. И первый же такой выезд, он дал результат, в верховом залегании были найдены останки советского бойца. В верховом залегании, такая у нас терминология, то есть, обычно то, с чем здесь сталкиваются поисковики, это какой-то, так называемый, санитарный сброс. То есть, если это боевое место, потом местные жители находили, соответственно, убитых солдат. И в условиях зимы, и в условиях того, что эти местные жители обычно были бабушки, дедушки и малые дети, они в ближайшую яму. В ближайшую яму – это окоп, землянка. Воронка. Да, воронка какая-то, нервность местности. И прикапывали. Кого-то потом переносили в братские могилы, которые мы сейчас видим, соответственно, в наших поселениях. А кого-то забывали, потому что память человеческая, потом не нашли на местности, всякое бывает. Вот обычно мы сталкиваемся с этим. А это 10 метров от достаточно хожаной и сейчас хожаной пешеходами дороги, в те годы езженой. И окопы боевые, там вот гранаты, как на брустер их положили, так и лежат, там рассыпанные гильзы, каска, там кружка солдатская. То есть, вот разбросанные предметы, пустые диски от пулемета дегтярева, такое боевое место, место сражения. И вот возле окопа, прямо на поверхности земли лежал убитый солдат. То, что это наш воин, это однозначно установили именно методами военной археологии. То есть, все это место залегания, вот под дёрнем, все это срезается ножичками, совочками, щёточками, зачищается. Мы смотрим, как лежат останки, где какие предметы. Собственно, нашли вон металлоискатель. Металлоискатель местность вокруг окопов обследовали и зацепили там пряжечки. И вот дальнейшие раскопки, они показали, да, что пряжки советского снаряжения, шинельные крючки тоже советского образца, пуговицы со звёздами и в кармане, видимо, в кармане на Грудном, в гимнастёрке лежали две звёздочки для пилотки малярованной. Эти звёздочки передали мы в музей Яршова. Насколько серьёзное подразделение держало там оборону? Можно ли сказать, или это был единичный расчёт, один боец, может быть? Ну, сложно сказать. Там в целом по масштабу боевых действий, я бы не сказал, что там серьёзная какая-то была заварушка, но, тем не менее, там стрелялись с советско-немецкой стороны, и очень сильно был обстрел артиллерийский. То есть, не факт, что это прямое взаимодействие солдат, да, он мог погибнуть от артиллерийского обстрела или от авиационного налёта. Вот другой вопрос, почему он остался так лежать, и очень редкий случай, когда действительно в таком верховом залегании и нетронутом. Конечно, в этом случае повреждается скелет не только от времени, но и повреждается корнями деревьев, растаскивается животными. То есть, там, поэтому приходится зачищать совочками, там, лопаточками очень большую площадь срезать дёрна, потому что, ну, что-то там животное оттащило, и где-то это рядом находится. И это правильно, результат, всё достойно собрали. И администрация поселения Яршовской приняла решение, ну, не откладывая долгий ящик, к Дню памяти и скорби 21 июня в братскую могилу в селе Яршово возле храма, который находится, было торжественное захоронение. Не перезахоронение, а именно человека захоронили, потому что вот он находился в незахороненном состоянии. Про большом стечении людей, местных жителей, ветеранов, школьников, юнормейцев. Всегда в сельском поселении Яршово очень чётко поставлен вот этот ритуал, всё на высоком достойном уровне. Потому что этому человеку, то ему уже, собственно, ничего и не нужно. Он самое дорогое отдал, он защитил свою землю, он нас с вами защитил. А это надо вот, это нам надо, живым, показать, что вот мы этих людей чтим и помним то, что они для нас сделали. Из других значимых находок что можно вспомнить? Очень разноплановые были истории в этом году. По весне совершенно случайно, незатейливым образом бабушка из села Дарина сообщила одному из членов нашего поискового отряда, Ольге Шавринской, что вот у нас возле кладбища Даринского там вообще ДОТ всю жизнь стоял. Мы поехали, поглядели и да, действительно, теперь он уже не на окраине кладбища, а там внутри, между могил стоит пулемётный колпак. То есть, где он стоял на своём рубеже, там речка, высокий берег, где вот он пулемёт стоял, держал, в оборону там амбразуры направлены. В общем, железобетонная конструкция такая цельнолитая. Человек, который не знает, что это такое, он даже не поймёт, что это военное сооружение. Тем не менее, это память к истории, мы планируем выходить на администрацию для того, чтобы там хотя бы просто, ну, табличку какую-то информационную повесить, а сам этот колпак немножко там, он зарос, заплыл землёй, немножко облагородить на местности. Активно сотрудничаем с волонтёрами и краеведами на местности. Вышли на связь община церкви села Перхушково. Активные люди оказались, всё это под предводительством, прежде всего, местной матушки. Соответственно, она занимается историей села Перхушково, многоплановой. Они начали консультироваться по военным делам. И, что интересно, они проводят такое мероприятие, очень важное для крови и местной истории, подворный опрос. То есть, они у старожилов собирают любую информацию, что они вспоминают. И вот, как водится, одна бабушка вспомнила, у нас здесь Великую Отечественную войну. В 1941 году мы видели, как падал немецкий самолёт. И вот он в лесу, значит, упал. И там долгое время валялись его обломки. В общем, что там сейчас, непонятно. Они за эту информацию зацепились. А давайте посмотрим, где упал самолёт немецкий. Давайте, значит, примерно круг очерчен. Опять-таки, веже, чем выводить поисковую партию, даже добровольцев, даже проинструктированных на местность, надо поглядеть самому. Вышел на местность, походил по лесу, ничего не нашёл, но нашёл советские землянки. Это Телловой рубеж, там войска стояли, нашёл советские землянки. И вот в одной землянке кусок авиационного дюралюминия с вырезанной, значит, отверстия под трубу. То есть, приспособили под печку. Просто так такие вещи не валяются. Понятно, что самолёт был. Да. Потом мы уже собрали волонтёров, такую поисковую команду, согласовали с местной администрацией свои действия. То есть, мы не раскопки вели, а просто площадной поверхностный поиск. Значит, разделились на группы, там с металлоискателями, потому что всё это тоже в дёрне заросло. Самолёты падают по-разному. И разные следы можно найти. В основном, там, где упал самолёт, и даже банально потом эти крупные обломки были отправлены на металлолом или для каких-то хозяйств, ну уж приспособленные, мелкие фрагменты всегда валяются. И задача состояла в том, чтобы эти фрагменты максимально собрать, для того, чтобы по определённым узлам понять марку самолёта, что это такой был за борт, что он тут делал. Это там разведчик, бомбардировщик, истребитель и так далее. Ну, однозначно немецкий. То есть, даже по первому вот этому найденному фрагменту, там, заклёпки, они сделаны заподлицо с поверхностью самолёта, это немецкие. У советского самолёта они выступают. То есть, это сразу с первого взгляда. Вышли на местность, проинструктированные команды, ну и буквально там через 5 минут нашли первые обломки. Действительно, на большой площади рассеянные фрагменты разного размера. Есть там и некая яма, в которой тоже там сигнал металлоискателя сильный предполагается, что туда как бы основное количество каких-то фрагментов ушло. Возможно, будет принято решение это тоже раскопать. Но это вблизи жилых домов, тоже очень интересно. Там 50 метров через кусты наблюдаешь, дети на качельках качаются, а мы тут ходим как по лесу. Фрагменты немецкого самолёта. Вот. И такое чувство гордости за наших воинов, которые здесь же на пушке леса, там в 300 метрах сохранились капониры от зенитных орудий, которыми тоже планируется заниматься и обозначать это как памятное место. То есть, вот наши войска, они по этим фашистским гадам били так, что вот только ошмёточки теперь тут валяются. Этих ошмёточков там два мешка насобирали, волонтёры их помыли и нашли номерные детали. То есть, вот по этим номерным деталям дальше мы будем консультироваться со специалистами проекта «Небородины». Это поисковики, которые занимаются целенаправленной авиацией. У них есть соответствующие каталоги, и можно выяснить досконально, что это за модель самолёта. То есть, для местной истории это такой интересный факт. То есть, вот действительно немецкому гаду здесь задали, и вот, так сказать, он здесь разбился. Есть сведения, что якобы даже мёртвого лётчика тут где-то прикопали. Но это, так сказать, только просто на уровне сведений не задокументировано. Самые интересные фактурные обломки, они пойдут тоже в музеи. Но остальное, так сказать, куда и следует фашистскому гаду, на свалку. Антон, хотелось бы рассказать, чтобы ты о походах по местам боевой славы, о партизанских тропах. И, естественно, это как раз и есть то, о чём уже было сказано в нашей сегодняшней передаче. О том, что это в первую очередь нужно нам, тем, кто сейчас жив и хранит эту память. 29 июня – День партизан и подпольщиков. Сам факт того, что в стране у нас есть памятная дата, День партизан и подпольщиков, это вообще о многом говорит. Это говорит о том, насколько это значимое и массовое движение было. И это говорит нам о том, что оно связано с определёнными и героическими эпизодами, и трагическими однозначно. Поэтому это тоже памятная дата нашей истории. И мы стараемся… Многие не знают, что Одинцовский район и соседний Русский, они связаны тоже очень сильно с партизанской историей, которая в 1941 году здесь развивалась. В ноябрь месяц 1941 года немцы оккупировали Рузу, там, с конца октября, ноябрь. И заранее централизованно сотрудники НКВД вместе с специальной командой строили в лесу, в глубине лесного массива, базу. Это в окрестностях озеро Глубокое, там, в болотах. Как выяснилось потом, от современной территории Одинцовского района, там, 200 метров буквально на территории Русского района, в лесу. Но смысл в чём? Получился у нас сейчас такой маршрут памяти. Возле деревни Андреевска есть поляна, которая сейчас называется Поляной Солнцево. Потому что там стоит памятный знак, как написано на месте гибели комиссара партизанского отряда. Но история официальная, и воспоминания местных жителей немного разнятся. В общем, это партизанский отряд, численность которого была более 100 человек, он активно действовал. У них была агентура во всех сёлах оставлена, они вели разведку. Это, понятно, без телефонов, без интернета, только делегатами связи, какими-то записками собирали данные о немецких войсках, передавались за линию фронта нашим. И по этим данным, авиация и дальняя артиллерия отрабатывала, уничтожала живую силу и технику врага. Они совершали дерзкие рейды, они уничтожили, закидали гранатами в оккупированной Рузе, в центре города. Закидали гранатами коменданта города Руза немецкого и покушались на руководителя гестапо безуспешно. В общем, крошки попортили и вызвали соответствующую реакцию. Понятно, что там тоже с своей стороны были страны немцы-профессионалы, которые это дело отследили. Контропартизанской борьбой занимались. И, в общем-то, вычленили, где примерно это дело находится, база партизанская. И крупный отряд немецких карателей туда нагрянул. И, по некоторым данным, они держали там оборону в лесу. И отступили, оставив по официальной версии Солнцев. Сергей Иванович, он сказал, что оставьте меня здесь, я буду отбиваться, отходите. По другой версии, он возвращался на базу, наткнулся на засаду немецкую. В общем, факт остается фактом. Человек захватили фашисты. Они поняли, кто это. И они взверхки пытали. Для того, чтобы вот эту агентуру в селах, десятки человек, чтобы он сдал. Он не поранил ни слова. И есть акция, хранившаяся, когда уже наши войска отбили территорию. Они нашли его тело изувеченное. Ну, там страшные вещи описаны. Желающие могут в интернете найти. То есть, что с ним делали. Человек геройски погиб. За свою родину, не пронив ни слова. До этого был начальник разведки этого партизанского отряда. И его комиссаром. Его подвиг не забыт. Вот памятный знак стоит на этой Солнцевской поляне. И вот на этой партизанской базе активисты из Тучковского техникума автомобильного в советские годы. Вот комсомольцы установили памятник. Стелла такая. Она очень внушительная. Прям солидный труд. Сейчас эта партизанская база, она затеряна. Дорогу туда знают единицы. Но это место памяти. Это место боя. Там люди сражались и погибали. А до этого активно сражались в тылу, в подполье. Место не исследовано поисковиками. Там не ступала нога такого исследователя. Планируется туда в будущем поисковой экспедиции. Потому, что с точки зрения науки археологически это закрытый комплекс. То есть, там состоялись события. Потом он как бы законсервированный. Да, абсолютно верно. То есть, законсервированный. Мы там... Нет документов, как все это происходило. Мы можем методами военной археологии восстановить, как события развивались. Где находились защитники. Где находились нападавшие. Могут быть найдены погибшие партизаны. Там захоронены или брошены. Также там на поверхности земли. Кто знает, что там. Там вокруг болото. И это, конечно, будет экспедиция с большой буквы. Если здесь мы в ту же деревню Кизьмино приехали. Проехали через поселок дачный. И там в лес отошли 100 метров. Поставили палатки и ходили. Занимались. Это одно. А здесь нужно 3 километра. По лесным тропам. Где-то там воды по щиколотку в болотах. Где-то по коленам. Сезон дождей. Там очень серьезная предстоит работа. Тем не менее, все загорелись. Мы ходим, вводим людей, желающих, волонтеров. День памяти партизан и подпольщиков. В осеннее время, когда школьники собираются. Мы стараемся, чтобы это место памяти, место боя, оно не было забыто. И люди о нем знали. Об этих памятниках, об этих событиях. Солнцеву Сергею Ивановичу поставлен бюсту в центре Яруза. Он там захоронен. На площади партизан в братской могиле. Его именем там названа улица, мемориальная доска. И в его родном городе Раменском тоже улица, бюст, мемориальная доска. Он посмертно награжден званием Герой Советского Союза. Ну и если можно, в завершение интервью несколько слов о планах на сезон. Сезон идет. Понятно, что впереди еще, наверное, большие серьезные какие-то события. События разноплановых много. Накопленная информация. В этом сезоне, как никогда, активные местные жители в различных населенных пунктах звонят, сообщают. Вот у нас здесь такие события были. Вот здесь у нас предположительно захоронение. В общем, намечены точки, куда выезжать с разведками. Значит, намечено такое важное дело. Возле деревни Лапина, уже давно известной на своем историческом месте в лесном массиве, находится пулеметный колпак, тоже железобетонный. В общем, там ведутся некоторые работы по спортивной трассе. И поэтому принимаем решение, что надо этот колпак извлекать для дальнейшей музеификации. Где он будет установлен как памятник, это можно решить в дальнейшем. Сейчас просто объект надо спасти. А это тоже целый комплекс таких серьезных инженерных задач. Потому что железобетонный объект весом полторы тонны извлечь в лесных условиях и транспортировать до места, где его кран можно подцепить. Тоже такая интересная задача. Но такие вещи мы уже делали. Я думаю, все получится. Ну что ж, я хочу взять обещание, что на эти события знаковые будут приглашаться съемочные группы Одинцовского телевидения. И я думаю, что с нашей помощью телезрители будут в курсе поисковой работы. Спасибо еще раз. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи был сотрудник Одинцовского краеведческого музея, командир поискового отряда «Китиш», самого известного поискового отряда Одинцовского городского округа Антон Кузнецов. На этом мы попрощаемся с вами. До новых встреч на канале ОТВ.